Спортшик — это мое любимое направление в одежде, и этот стиль продемонстрирует нам Аня. Что это так удивительно, да? Удивительно, да. Выходите к нам, пожалуйста. Уйти от женственности, от стандартности, от классичности, от этого приталенного футлярного формата, можно через эти вещи. Многие считают, это эгоизм. Нет, это выбор себя. Когда я счастлива, счастливы мои дети и мое окружение. Как известно, все любопытные умерли, потому что их сожрали. Тревожное родительство. Вообще, понятно, что, наверное, у этого термина есть множество всяких объяснений. Еще очень новые. Огромное количество. Но что конкретно я встречала чаще всего? Это когда у женщины появляется ребенок, она внезапно начинает, как мне кажется, реализовывать через него то, что не удалось ей добиться в жизни. Кстати говоря, сам вот этот термин, тревожное родительство, он довольно новый, что ли, да? Он недавно всплыл в медийном пространстве. То есть даже если он был, то он как-то был вот где-то в среде профессионалов. Сейчас все об этом говорят, это стало каким-то таким, иногда даже мейнстримом. Если мы просто отключим родительство, у нас очень тревожная сейчас обстановка в мире. И она во всем выражается, в том числе и в детях, да? Как мне сделать так, чтобы это мелкое существо выжило там? Мне почему-то кажется, что таким образом я могу, опять же, ошибаться. У детей отнимают детство. Конечно, так и есть. Вот, но мы об этом, я думаю, еще поговорим не раз, опять же, и героиня наша сегодня даст повод. Давайте, наверное, уже начинать. Давай, давай, интересно. Да, давайте. Здравствуйте, это телепроект «Одеть надежду», где мы оказываем скорую помощь вашему гардеробу и вашей самооценке. Каждую неделю мы показываем вам варианты сочетания ваших же вещей, которые вам, может быть, и в голову бы не пришли. В вашем шкафу таятся сокровища, и наша задача их отыскать, а заодно научиться не покупать лишнего. Ведь мы против стихийного шоппинга и стремимся бережно относиться к деньгам и природным ресурсам. А еще рассуждаем о моде, психологии, насущных проблемах и доказываем – мы все красивы без исключения. Не верите, а вот увидите. Меня зовут Анна Тух, и сегодня со мной в студии. Стилист проекта «Одеть надежду», мастер функционального гардероба и миджмейкер Виктория Клочкова. Психолог, телесно-ориентированный терапевт Роман Стручаев. Доцент кафедры дизайн-костюма Омского государственного технического университета Наталья Соснина. Яркая, уверенная в себе, энергичная. Три этих эпитета отлично описывают нашу сегодняшнюю героиню. Казалось бы, такой девушке никакие советы, никакие перемены не нужны. Так ли это? Давайте посмотрим. Волобоева Оксана зовут меня. 36 лет, замужем. Есть ребенок, девочка Полина. 13 месяцев нам уже. Оксана создает впечатление человека сильного с твердым характером. Еще несколько лет назад она строила карьеру в области финансов, в банковской сфере. Работа требовала много моральных сил. Физическую форму тоже нужно было поддерживать. И наша героиня выбрала для этого способ довольно дерзкий, но эффектный. Полдэнс. Достигла определенных успехов и даже стала потихоньку преподавать. Впрочем, сейчас Оксане не до танцев. А про офис она и думать забыла. Освоила профессию еще одну в индустрии красоты. Захотелось мне мастер маникюра. Но это тоже только как хобби. На данный момент полностью посвящаю себя ребенку. Работа отнимала очень много времени. Там тоже как бы есть и свои плюсы, да. Чем Оксана хочет заниматься теперь? Работать. Работать над дальнейшим расширением семьи. Она очень хочет еще детей. Мечтает как минимум о братике для маленькой Полины. Муж согласен. Вот только жизнь мамы в декрете не слишком-то наполнена событиями. Мне очень сложно находить время для себя. Какие-то дела, конечно же, мне удается сделать, но так, чтобы полноценно заниматься, например, там, уделять какое-то количество времени стабильное в неделю, да, не совсем получается. Днем и ночью забота о ребенке. Режим 24 на 7 без выходных. Отдыхать Оксана может только вместе с дочкой. Впрочем, полноценным отдыхом это вряд ли можно назвать. Мы, например, ходим вместе с ребенком в бассейн заниматься. И, соответственно, у меня целый час. Я тоже могу с ней расслабиться и где-то поплавать, и отдохнуть физически хотя бы. Потому что все равно ребенок большую часть времени на руках проводит, что тоже тяжело. О проекте «Одеть надежду» Оксана, как и многие наши героини, узнала совершенно случайно. Долгих раздумий не было. Она тут же подала заявку на участие. Времени на себя не хватает, а перемены очень хочется. Потому что, можно сказать, немножко выпало из моды, выпало из тенденции. Хотелось бы в ногу со временем идти. Поставь женщину перед зеркалом, и она всегда найдет, к чему придраться. Даже такая красавица, как наша Оксана. Ну, как и любой девушке, хочется всегда стройнее, всегда похудее, всегда как-то немножечко не то, что мы видим, да. То есть чисто внешне только вот где-то там, ой, тут много, тут много, тут убрать надо, а здесь вот что-то не так. С кем же она сравнивает себя? Кто та идеальная девушка, на фоне которой она кажется себе такой неидеальной? Наша героиня утверждает, что никакого идеала или кумира у нее нет. Она всего лишь хочет никогда не находить в себе никаких недостатков. Гораздо приятнее гордиться собой и самым главным в жизни. Самое большое достижение – это, конечно же, состояться как мама. Прям очень, потому что долгожданный очень ребенок был, и мы к этому очень долго шли. Оксана считает, маленькой Полине нужна счастливая мама. А любая женщина счастлива, когда нравится себе. Какой-то легкости, какой-то свежести, немножко позитива хотелось бы получить, не знаю, каких-то ярких красок, впечатлений, эмоций, чтобы, знаете, каждое утро потом просыпаться и так «Вау! Здорово!» Итак, встречайте Оксана Волобоева. Под аплодисменты, Оксана, здравствуй. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Оксан, ну, мы видели в сюжете, что вы трепетная мама, и сами вы признаетесь, что у вас совершенно не хватает времени на себя. Да, есть такой момент. И до сих пор не хватает. И до сих пор тоже. Ваша дочка посещает, насколько я понимаю, курсы раннего развития. Как ваши успехи? Успехи есть, но больше ей хочется все-таки играть. Мы за кулисами тут немножечко пообсуждали такую вещь, как тревожное родительство. Вы можете назвать себя тревожным родителем? Мне кажется, сейчас каждый может так сказать про себя. И хочется обратиться к Роману. Все-таки что же означает этот термин? Если говорить о тревожном родительстве. Когда родители тревожатся за ребенка, это естественно. Тем более, это мама, да? Но есть некая такая сверхтревожность. То есть мы, в принципе, тревожные люди. Наша тревожность помогла нам выжить. Как известно, все любопытные умерли, потому что их сожрали. Игры, всякие драконы и прочее, прочее. Остались только тревожные. Рождаемость понизилась, соответственно, ценность каждого ребенка повысилась. Хочется туда очень много вложить. Но вам не кажется, что современные стандарты родительства какие-то уже очень завышенные? У родителя есть очень простая функция. Первая очень простая функция – это чтобы ребенок выжил. И вторая – поддерживать. Все, больше ничего не требуется. Вот сейчас очень страшно прозвучит, конечно, для мамы 13 месяцев, да? Да. 13-месячного, годовалого фактически ребенка. Очень страшная штука. Задача родителя – сделать так, чтобы ребенок как можно быстрее смог жить самостоятельно без родителя. Тревожность наша, страхи, вот это желание создать сверхчеловека – это, как правило, не про ребенка, а про личные страхи, про личные какие-то переживания, про личную тревогу, которая, может быть, кстати, даже и не связана с самим ребенком. Но, знаете, есть еще такой некий соревновательный момент между родителями, особенно между мамами. Почему он пошел раньше, чем мой, да? Такое есть немножко. Есть такой момент. Почему он головку начал поднимать раньше, чем мой? Когда у нас есть некие нормы, а сейчас они же есть, и есть к ним легкий доступ, и каждый может вбить эти нормы в интернете, и что-то там не совпало, по каким-то нормам, это сразу катастрофа. В то время как, если обратиться, например, к специалистам, которые этим занимаются, да, то нет, все нормально, не переживайте, нормально идет развитие. Да, вот у этого конкретного ребенка вот так. Такое же переживание, знаете, возникает, когда первая температура появляется у ребенка. Помните, да, да. Паника, штамп, что такое, 38 с чем-то, сердце начало колотиться. Ну, все, конечно, приходит с опытом. Классически это лечится количеством детей. Да, я согласна. На пятом. Я как раз об этом хотела сказать. Наше желание, чтобы хотя бы пока длится наша программа, Оксана, вы немножечко расслабились и получили удовольствие от этого процесса. Может быть, вы, конечно, такого удовольствия не испытали в нашу первую встречу и вовсе не обрадовались, когда пришли к нам со своими вещами и поняли, что обратно их не получите. Но будем надеяться, что это был единственный грустный момент, связанный с участием в нашем проекте. Но давайте же посмотрим, что же и как же это было. Так не тревожьтесь. Хорошо. Мой гардероб, наверное, больше классический, так как моя работа связана с банковской сферой, да, то есть я привыкла больше к классике. Это рубашечки, это брючки, это юбочки, платья, то есть все классического какого-то такого стиля платье. Очень понравился такой ярко-оранжевый цвет. Я когда примерила, мне показалось, что оно как-то силуэт более стройным таким делает. Вот. И за именно вот его дизайн, можно так сказать, я решила его приобрести. Но не получилось его очень часто носить, потому что ткань оказалась очень плотной, а платье само по себе летнее. И в теплое время года получается очень жарко в нем ходить. Платье можно назвать универсальное, его можно как и в свободном виде носить, так и дополнить каким-то поясом, если разнообразить. Не совсем комфортно было в нем ходить. Его дизайн к низу немножечко заужен, что мешало движению ног. Пиджак – это из области работы. На работе всегда пиджаки. Я решила, что даже в свободный выходной день у него все равно должен быть пиджак, который можно накинуть в случае прохладной погоды. Также приобретался он в магазине с футболкой вместе. Пиджак удобный, но, на мой взгляд, он уже вышел из моды. Цвет, конечно же, у него уже не тот, который был в начале. Поэтому пиджак висит на вешалке и уже не носится. Черная рубашка. Здесь мне захотелось просто сменить цвет, потому что белая, белая, белая связана опять же с моей работой. То есть рубашки только белые. Здесь мне захотелось кардинально другого цвета. Но, как видите, от рубашки я все равно не отошла. Решила взять ее черную с рисунком. Носить ее носила, но черный цвет быстро надоел. Примелькалось уже все. То есть белый верх, черный низ надоел однозначно. Очень хотела бы поменять свой гардероб, поменять вообще в принципе стиль. Возможно, это спорт, возможно, это что-то, даже не знаю. Мне трудно сориентироваться, потому что очень много лет, наверное, лет 15 точно в банке прошло. Поэтому тяжело, тяжело выходить из этого стиля. Платье присутствует в гардеробе. Возможно, такого же строгого вида, но ничего лишнего. То есть вот просто, максимально просто, что-то без всяких, наверное, изюминок, что ли, так сказать. Цвета, возможно, цвета, вот я меня еще когда не на работе, то есть это что-то более яркое. Но это максимум. Не хватает новизны, это точно, может быть, футболок, может быть, каких-то штанов. Не брюк, не брюк, а именно вот штаны какие-то. То есть противоположное тому, что у меня сейчас есть, да, то есть, может быть, это не платье будет, а именно вот какой-то такой свободный стиль, в котором будет удобно, комфортно. Походы в магазин, но, как бы так сказать, это такой трудоемкий процесс, потому что хочется найти не просто вещь, которая тебе подходит, а хотелось бы, чтобы она была качественной. Очень много одежды сейчас продается, но ткань, она вообще оставляет желать лучшего. Очень большая проблема, когда найдешь что-то, что тебе понравится, и по ткани, и все, но это только верх, и нет низа, и ты думаешь, ну, все, хорошо, я куплю верх, потом поищу низ. И на этом, как правило, все заканчивается. Вообще проблема очень большая. Если что-то покупать, то это нужно покупать сразу комплектом. Потом что-то подобрать просто нереально. И таким образом вещи скапливаются дома, скапливаются, одно к другому не подходит, соответственно, вроде вещей много, одеть нечего. Вот как бы я не хотела от нее отступить, меня тянет на классику. То есть мне нравятся рубашки, мне нравятся какие-то строгие платья. А вот что-то такое, не знаю даже, как объяснить, но вот именно на классику. Вот в классике я могу там что-то найти, сразу что-то подобрать. Все, что мне касается классики, я смотрю, и я теряюсь, не знаю, как подойти к вещам, что с чем померить, что с чем сочетать, тяжело. Ну что, слово «классика» прозвучало очень много раз в этом сюжете. Вика, получается, что кроме классики, в общем-то, Оксана больше ничего и не любит. А что такое классика вот в 21 веке? Оксана, я так тебя понимаю. Но поверь, я тебе сегодня абсолютно точно помогу. Возвращаясь к твоему вопросу, что такое классика в 21 веке? Вы знаете, чуть-чуть отступлю и скажу, когда я спрашиваю своих клиентов, когда они мне говорят, я очень люблю классику, я очень люблю классический стиль, я говорю, что это такое? И чаще всего девушки начинают мне перечислять наличие так называемого офисного стиля. Это белая приталенная блузка, это юбка черная обязательно посередину колена, это строгие брюки-дудочки, опять же, спойлер черного цвета. И я понимаю, что про классический стиль здесь речи не идет, потому что классика – это, собственно, наличие определенных элементов, это очень качественные фактуры, это неброские цвета, но ни в коем случае не только черный низ, белый верх. Это спокойные украшения, это простые, но интересные формы при этом. Поэтому скучно, ну да, достаточно скучно звучит, но нас ведь никто и не заставляет носить это именно вот таким образом. Мы можем с вами взять и перепридумать подход, взять за основу классику и добавить в нее современные городские детали. Согласны? Согласна. Как это может выглядеть, я сейчас расскажу. Оксана, это, правда, все очень просто. Итак, начнем с цвета. Когда мне говорят, я люблю классику, я люблю маленькое черное платье, простите, глаз у меня начинает дергаться, я готова вам апеллировать и сказать, что, поверьте, есть не только маленькое черное платье. Собственно говоря, мы можем взять линейку нейтральных цветов, как цветных, оттенки синего, оттенки бежевого, оттенки голубого, оттенки мягкого розового, так и гамму ахроматических цветов. Это 50 оттенков серого плюс черный и плюс белый. Но все-таки обратите внимание, у нас с вами очень хорошие цвета, правда, ведь нравится тебе? И что ты так вот смотришь? Это же не все, о чем я тебе готова рассказать. Интересные цвета, интересные. Конечно. И такие цвета они одновременно оживляют, но в то же время позволяют сочетаться еще и другим предметом одежды. И если, как и Оксане, такие цвета, возможно, могут казаться скучными, мы совершенно спокойно берем и добавляем цветовые акценты в виде платков, в виде брошей, в виде каких-то других украшений. Это первое. Затем обязательно, обязательно мы выбираем классические варианты, но на современных формах. В частности, здесь мы продолжаем смотреть на жакеты и видим, что у нас жакеты не приталены, которые мы определенно сразу же ждем в женском костюме классического стиля, а вот такие объемные широкие формы, которые сейчас очень в тренде, и я призываю продолжать их покупать. Это стильно, это интересно, и это очень весело смотрится. Я предлагаю убрать в сторону классические лодочки на широком каблуке. Да, это удобно, но это невероятно скучно и очень старомодно. Чем мы можем заменить? Мы можем пойти в сторону очень классной спортивной классики, например, белые кожаные кеды, или забрать у мужчин из гардероба так называемую мужскую классику, лоферы, оксфорды и другие модели. Спортшик. Наверняка вы много раз слышали, что это такое. Спортшик – это мое любимое направление в одежде, и этот стиль продемонстрирует нам Аня. Что это так удивительно, да? Выходите к нам, пожалуйста. Смотрите, очень качественные фактуры, простые линии, достаточно простые формы, и при этом миксуются с очень клевыми спортивными кроссовками, которые только на первый взгляд являются спортивными. У Ани очень интересная футболка с говорящим, любопытным принтом. И все вместе – это одновременно классика, это сочетается, и при этом выглядит очень здорово и очень стильно. Оксана нравится? Не пугает? Нет. И поверь, это очень легко собрать. И напоследок, конечно же, ну какой образ без украшений? Современная бижутерия смотрится гораздо интереснее, нежели проверенная, но достаточно неинтересная ювелирная классика. Мы можем выбирать очень простые серебряные украшения, мы можем выбирать тот же самый жемчужную нитку, но мы можем носить это не по отдельности, потому что это совсем скучно. Мы можем добавлять какие-то элементы из современной бижутерии, носить кластерами, то есть группами, и у нас уже будет получаться примерно та же самая классика, но поверьте, скучный, не повернется язык назвать ее ни у кого. По поводу классики. Насколько это популярное направление у студентов в кафедре дизайн костюма? Любят ли они его? Или наоборот всячески отвергают и окончательно ушли в авангард, например? Есть такое понятие неоклассика. Это как раз все то, о чем говорила сегодня Виктория. И вот там горизонты просто не видны. Здесь можно уйти в любую сторону. Классику можно очень круто сочетать со спортом, с романтикой, с этникой, со звериным стилем. Ты будешь отличаться, ты будешь удивляться, потому что эти эксперименты, они могут быть бесконечными на самом деле. Спортивный, безусловно, тоже, но в спорте есть некоторые ограничения, как бы не скатиться в уличную какую-то историю. Поэтому студенты очень здорово это чувствуют интуитивно, они миксуют все эти вещи. И я думаю, что вам вот про это надо подумать. Классику из вас уже ничем не вывести. Ну, это такая вторая кожа ваша была очень долгое время, да? Но можно по-другому носить рубашки, оверсайз, похожую на мужскую. То есть вот уйти от женственности, от стандартности, от классичности, от этого приталенного футлярного формата можно через эти вещи. Появляются какие-то новые стили. Вот совсем недавно появился стиль «Темная академия», «Дарк академия». Это классика с элементами готики. Основой этого стиля становятся винтажные вещи. И это замечательно, потому что можно достать маминой-бабушкины платье с аккуратными воротничками, вот эти твидовые пиджачки, туфли наши любимые, Оксфорды, лоферы. И это тоже своего рода разумное потребление, потому что мы используем те вещи, которые носили еще наши родители. Конечно, тут же ужасно захотелось найти что-нибудь винтажное в закромах, но мы не будем отвлекаться, потому что сейчас настал момент, когда Оксану ждет первое преображение. Мы ее отправляем из нашей студии. Ненадолго, Оксана, прошу вас под аплодисменты. Очень скоро Оксана примерит ту уникальную вещь. Мы пока еще не знаем, что это может быть. Предмет одежды, может быть, аксессуар, который создали для нее молодые дизайнеры с кафедры дизайн-костюма ОМГТУ. Скоро мы все узнаем, а пока давайте посмотрим, как встретили нашу героиню в институте, о чем с ней говорили, и чем Оксана вдохновила студентов и преподавателей. Здравствуйте. 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 Меня зовут Галина Васильевна Толмачева, я профессор кафедры дизайн-костюма. Это Соня Дориенко, студентка второго курса. Нынче с вами работают такие молодые, но перспективные студенты. А вы Оксана. Замечательно, да, Оксана. Значит, ваше основное хобби – это дети? На данный момент, да. Ваши предпочтения могут распространяться и на стиль кэжуал? Да, вполне возможно. Я думаю, даже на данный момент этот стиль будет мне более удобный, потому что мой предыдущий стиль, как правило, классика была. То есть все, что связано с работой, было все классическое, и даже на выходных это были какие-то классические платья, и при походах в магазинах мне тоже невозможно было остановить, потому что это была либо рубашка, либо юбка, рубашка, юбка. Скажите, пожалуйста, какое вообще ваше отношение именно к оверсайзу? Потому что, судя по вашим предметам одежды, у вас больше что-то приталенное, по фигуре сидящее. Как вы относитесь к большим объемам? Ну, к большим объемам, в принципе, отношусь хорошо, но главное, чтобы это шло человеку, да? То есть, как бы объяснить, чтобы не было, знаете, как выражение такой «баба на чайнике». То есть вот одели, и вот она вся такая необъемная, и ей это, в общем-то, не очень идет, и во всем нужна мера. Ваш образ, он еще не раскрыт, он еще не раскрыт. И мы бы хотели поработать вот в таком направлении, чтобы сделать вам, ну, может быть, немножко больше романтики. На основании даже одного вашего рассказа мне уже захотелось примерить на себя что-то волшебное, что-то такое романтичное, красивое. Вы не боитесь использовать яркие цвета, и это очень хорошо, потому что обычно сейчас все одеваются в черное, серое, белое, то есть полные хроматы. Мне, наоборот, не очень нравятся темные серые цвета. Это замечательно, потому что как раз на цвете сейчас можно экспериментировать в тренде яркие, чистые цвета, и как раз на этом можно будет поработать. Также хотелось у вас узнать, что больше из цветовой палитры, какие цвета вам больше всего нравятся? Желтый, синий, красный. То есть вот такие вот оттенки. Ну, пудровый, розовый. Ну, только не такой прям яркий, розовый, а прям пудра такая. Ну, я думаю, что мы сегодня хорошо поговорили. Для начала мы выяснили какие-то ваши интересы и ваши предпочтения. Поэтому, наверное, до следующих встреч. Взаимно очень приятно было с вами пообщаться, и много интересного услышала даже за такой небольшой промежуток времени. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания. Возможно, будет съемный воротничок, который сейчас в тренде, и многие девушки его носят абсолютно в сочетании с платьями, блузками, футболками обычными простыми. Это придает романтичности, женственности, и, в принципе, его не так уж и сложно сделать. Очень много мастер-классов в интернете, поэтому даже ваши зрители смогут это воплотить. Из того, что она представляет, потому что из того, что она принесла, в общем-то, все это можно отправлять в переработку. Мне немножечко жалко тех людей, которые не любят себя, не заботятся о себе. И вот я не скажу, что они падки на такие одноразовые вещи, как раз это не одноразовые вещи, это вещи многоразового использования, потому что им нету сноса. Они никогда не... Они выйдут из моды, но они никогда не сносятся, потому что это синтетика. Но она все-таки плохо влияет на организм. Это совершенно не дышит, и поэтому наша героиня, выйдя уже из молодежного такого возраста, она сейчас уже мама, она должна заботиться и о своем здоровье, потому что ей воспитывать ребенка, и, естественно, о здоровье своего ребенка. Поэтому она должна перестроиться и перевоспитаться, и сориентироваться на то, что экология – это экологичные ткани, это натуральные ткани, которые, в принципе, мы сейчас еще имеем возможность купить, не такие уж они и дорогие. Но самое главное, что мы должны заботиться о своем здоровье, о здоровье детей. Поэтому скорее мы думаем о ее, так сказать, каких-то стилевых предпочтениях. Это очень симпатичная, очень энергичная, такая харизматичная девочка, которую мы постараемся, ну, наверное, вот в это русло романтики и направить, и что-то как-то ее оформить вот таким образом. Конечно, хочется осыпать нашу героиню комплиментами, правда, Роман? И я прямо очень рассчитываю на вас в этом смысле, потому что от мужчины, наверное, комплименты будут еще приятнее услышать, правда? Мне очень понравилось, как вы прекрасно сказали про то, что классика не обязательно должна быть черно-белой, так же, как и тревога не обязательно должна быть какой-то токсичной. И на примере нашей героини, я думаю, мы сейчас это увидим. Давайте позовем в студию нашу героиню Оксану и студентку кафедры дизайн-костюма ОМГТУ Софью Дориенко. Под аплодисменты. Какая красивая деталь. Потрясающе. Да, это правда красиво. И знаете, я думаю, что Оксана уже успела рассмотреть эту деталь не на себе, а теперь самое время увидеть, Оксана, как это выглядит на вас. И я хочу сказать от себя лично, что мне очень нравится. Вика. Это очень модно. Да, это тот самый классический стиль с той самой изюминкой, которая превращает ее в нечто более прекрасное. Здорово. Открываем зеркало, чтобы и Оксана убедилась во всем вышесказанном. Очень необычно. Это красиво. Очень необычно, интересно. И мне нравится сочетание фактур. Для меня нестандартно. Да, это и для меня нестандартно. Но я хочу обратиться к Софье с вопросом, как в голову пришла такая идея. Сейчас в тренде воротники. Многие бренды в своем исполнении их предоставляют аудитории. И я подумала, что самый главный аспект для молодой мамы – это многофункциональность вещи. Такой воротник за счет материала, как эко-кожа, можно носить не только с рубашками, какими-то легкими материалами, платьями, свитерами, но и можно надеть на пиджак. Также такой воротник отлично впишется в капсульный гардероб, где вещи между собой сочетаются. Спасибо, Софья. Спасибо. Не буду вас больше задерживать. Вам еще раз низкий поклон от нашей программы. Опять-таки говорю это с удовольствием всем студенткам, что я надеюсь на нашу новую встречу в рамках нашего проекта. И мы провожаем Софью под громкие аплодисменты. Спасибо. Наталья Олеговна, мы продвигаем идею разумного потребления, но мы же далеко не первые, кто, собственно, этим озаботился. Мне кажется, что пока дело идет с таким скрипом. Что мы можем сделать, кроме перестройки сознания, вот прямо сейчас, чтобы считаться разумными потребителями? Более разумно относиться к формированию своего гардероба, чтобы как раз появилась возможность из не очень большого, не настолько большого, как это иногда бывает, объема вещей в гардеробе, можно было сделать его разнообразным. Кроме того, мне кажется, здесь еще пока плохо развито, но возможно направление, когда идет такой активный обмен, например, вещами. Это, мне кажется, еще совсем не освоенная территория. Вика, тебе вещи нашей героини, которые ты увидела в ее гардеробе, показались какими-то неожиданными? Были какие-то неожиданные находки? Пожалуй, нет. Они... Достаточно много было в романтическом стиле, достаточно много хаотичного чего-то, и есть чем поработать, собственно. Хорошо. Сейчас мы узнаем, над чем конкретно можно поработать с гардеробом Оксаны, но сначала мы должны отправить ее на окончательное преображение, и очень скоро, Оксана, мы вас здесь встретим, в нашей студии, в образе от Виктории Клочковой, уже с прической, с макияжем. В общем, я очень надеюсь, что вам понравится. Провожаем Оксану. И очень хочется, чтобы для нас, для всех, ее появление во втором образе было большим-большим сюрпризом, возможно, даже некоторой неожиданностью. Но пока давайте совершим экскурсию в ее шкаф, в ее гардероб, и посмотрим, что же в нем было, чем же он был наполнен. Виктория Клочкова Индивидуальному стилю и личному имиджу Убеждена, что гардероб должен отражать гармонию внутреннего мира и выгодно подчеркивать внешнюю красоту Здравствуйте! Здравствуйте! А, Оксана? Да, Оксана. Меня зовут Вика. Я стилист. Очень приятно. И я знаю, что у вас есть небольшие сложности с вашим гардеробом. Есть такое дело. Да. Хотите, я вам помогу? Очень. Тогда показывайте мне, пожалуйста, где находится ваш шкаф, и, может быть, на ты, на вы? Давайте на ты. На ты, да? И все, отлично. Куда идем? Все, пойдемте за мной. Оксана, я смотрю на твой гардероб, и абсолютно точно, я уверена в своих выводах. А, ты мама в декрете, это во-первых, и ты бывший офисный работник. Согласна? Да. И, поверь, здесь не нужно гадать, потому что все абсолютно видно. И первое, что я вижу, вижу во всех гардеробах этой страны у всех своих клиенток, я вижу прекрасную базовую вещь, точно, джинсы. Не могу сказать, что я с ними абсолютно полностью согласна, но это классический вариант брюк, очень удобно, очень комфортно. Как тебе кажется, ты надеваешь абсолютно любой верх, и тебе уже хорошо. Боюсь, тебя расстраивает, но не совсем джинсы носятся, и про это я тебе расскажу чуть-чуть позже. Но пока тоже очень неплохая заявка на успех. Лаконичный крой, нейтральный цвет, никакого декора, и эта юбка абсолютно вписывается в разные стилевые направления. Я тебе чуть позже покажу, как ее можно носить. Напоминаю, что сейчас, наверное, твоя жизнь состоит из прогулок и много-много общения с малышкой. Да. Смотри. И при этом у нас с тобой жива-живехонька офисная блузка. За что я тебя очень хвалю, это блузка из очень хорошего материала. Именно такие модели могут сделать из тебя возрастную женщину. А ты очень красивая, молодая. У нас с тобой есть рубашка в мужском крое. Ты сколько уже времени ее носишь? Относительно недолго. Она у тебя отлично выглядит. У нее очень интересный крой, у нее очень интересный узор. Мне кажется, что эта рубашка работает абсолютно по полной. Поэтому радуюсь, оставляю. Хорошо. И двигаемся дальше. Я поняла, ты любишь топы. А что ты любишь еще, я пока не поняла. Смотри. Это тебе нравится кружево? Кружево понравилось, да. А с чем ты предполагала носить такой топ? Пыталась сочетать с джинсами. Сочетала? Сочетала, но... Я подозреваю, что смотрится это не очень интересно. Это ярко, это интересно, но боюсь Оксаны одобрить это платье я не могу. Мне кажется, что этому платью довольно много лет. Потому что этот крой я встречала в магазинах лет цать назад. Так, и у нас очень красивый цвет, такой яркий, насыщенный синий. И опять это синтетика, да? Первоначально все равно выбираю сначала по фасону. Все-таки. Тебе оно понравилось? Да, мне оно понравилось. И цвет. Высококонтрастная девушка? Яркие цвета я люблю. Много ли ты его носила? Ну, немного, но носила. Хорошо. Оксан, я тебе предлагаю это платье отложить на пару сезонов. Потому что, к сожалению, у этого платья крой тоже абсолютно неактуальный. О, у тебя есть комбинезон. Комбинезон, да. Боже мой! Какой? Это сзади такой быть? Да, это сзади. Попробуй взять вот такой нарядный, красивый комбез и встать не на каблуки, а на кроссовки. О, как! Неожиданно. Это сложно, это неожиданно, но поверь, это будет очень интересно. И я буду рада, если ты попробуешь эту историю. Хорошо? Хорошо, я попробую. Отлично. Я должна сделать очень строгое лицо и сказать, как ты дошла до жизни такой. У тебя один платок, который называется красивым словом пашмина, палантин. Очень красивый, но, увы, этого совсем мало для того, чтобы все-таки создавать комплекты и красивый законченный образ сделать. Поэтому замечательно, но мало. Записывай, нам нужно какие-то еще варианты платков. Ну, это очень грустно, это очень мало. И, опять же, я вынуждена сказать, что этот ремешок, ну, это совсем не в тренде. Сейчас мы носим объемные, широкие ремни. И я вижу у тебя небольшое количество ювелирных украшений, да, я вижу у тебя какую-то интересную варианты. Все. Я регулярно сталкиваюсь с мнением, что взрослые девочки носят только драгоценности. Нынешняя бижутерия, современная бижутерия, она настолько разнообразна. Она позволяет закрывать самые обычные и достаточно скучные комплекты и делать их яркими. Мы с тобой сейчас приступаем к следующему этапу. Я хочу, чтобы ты составила комплект тот, в котором тебе будет комфортно, который тебе кажется красивым. А я посмотрю, разберу, дам какие-то замечания и затем сделаю тот образ, который вижу я. Хочешь? Хорошо, да. Хочется мне немедленно снять вот эту блузку. И предложить, а ты знала, ты знала! Мне хочется предложить тебе или какую-нибудь объемную красивую футболку разных цветов. Может быть, мы с тобой выбрали бы какую-то красивую оверсайз-блузу. Давай попробуем придумать что-то еще. Хорошо. Оксана, я предложила тебе этот образ как пример стилевой согласованности. У тебя очень красивый, нарядный комбинезон. Невероятно хорошо сочетается с туфлями на высоком каблуке и дополнен как раз вечерним клачем. И у тебя будет возможность вечером, например, выйти куда-то по красивому поводу, и у тебя уже полностью готов комплект. Не говоря уже о том, что он тебе невероятно идет. И в этом образе ты выглядишь не только гармонично, но и как раз очень юной и невероятно красивой молодой женщиной. И следующим шагом я хочу предложить тебе встретиться со мной в магазине, чтобы я подобрала тебе вещь, которая совершенно точно подойдет в твой гардероб и очень тебя украсит. Отлично. Я согласна. Идем. Идем. Хочу познакомить вас с нашим вторым экспертом. Она точно знает, как получать удовольствие от материнства и как совмещать его с предпринимательством. Встречаем создателя и главного технолога бренда натуральной косметики Захарова, Марию Захарову. Под аплодисментами. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Мария, я надеюсь, я не ошиблась, когда сказала, что вы тот счастливый человек, который умеет получать удовольствие от жизни вообще и от родительства в частности, да? Как вам это удается? Пробую совмещать. Ну, конечно, ошибки были в прошлом. Вы знаете, несколько лет назад, я вспоминаю всегда эти истории, когда я ехала в магазин купить себе что-нибудь, там, платья, брюки, я покупала всем, кроме себя, детям, мужу, маме, и это было для меня нормально. То есть я не понимала, я же забочусь о них, да, а потом стали какие-то звоночки быть. Мне в себе что-то не нравится, окружающие замечают, там, что-то, ну, там, юбочка довольно-таки уже старенькая, да, либо она уже из моды вышла. Не знала, как прийти и что сделать, как перевернуть эту ситуацию, потому что она была мне очень комфортной, я в ней жила, много лет я жила. У меня дети стали подрастать. И когда мама, пример для девочки, у меня две девочки с разницей в 4 года, я задумалась, потому что когда они маленькие, я их одеваю самостоятельно, когда они стали чуть побольше, они стали выбирать одежду. И выбирать одежду не то, что мне нравится. И я посмотрела на себя со стороны, что я-то выгляжу так же, не очень, так сказать, красивенько, да. И я поняла, что я не хочу своим девочкам вот такого, да, я хочу, чтобы они были красивы. Конечно, это была работа с психологами, да, я какие-то тренинги там проходила. И когда у меня появился мой красивый бизнес, да, это 7 лет назад бренд образовался, я работала с женщинами, и я видела их со стороны, но на себя почему-то это не примеряло. Когда я выбираю первоначально себя, многие считают, это эгоизм, нет, это выбор себя, когда я счастлива, счастливы мои дети, мое окружение. Ну, то есть получается, что все-таки какой-то профессиональный успех, собственное дело, вообще занятие, в котором вы преуспели, для детей это тоже определенный пример. Да, конечно. У меня младшая, когда у нее спрашивают, кем ты хочешь быть, она говорит, директором России. Ну, то есть немало, да. Я немножко расфокусировала себя от семьи. Ну, то есть большая область стала, где я участвую тоже, и я не зацикливаюсь только на семье. Хорошо. Ну, вот у Оксаны сейчас семья, это ее зона комфорта, но когда-нибудь, возможно, она захочет чего-то большего, и тогда, я думаю, что вы будете отличная ролевая модель для нее. Так что спасибо вам большое за рассказ. Хочется прямо сейчас уже посмотреть на нашу преображенную героиню, потому что я, например, лично в нетерпении, хотя я краешком глаза уже вижу, как она выглядит, я очень хочу, чтобы это увидели абсолютно все. Поэтому давайте встретим нашу Оксану громкими аплодисментами. А, у меня мороз по коже, как это здорово, как это замечательно, как это классно. Оксана, вы сейчас увидите себя, и потом я еще вам кое-что скажу, хорошо? Вика, 3, 2, 1, поехали. О, Боже. Оксана, я очень хорошо помню, что вы хотели вау-эффект. Вы сами об этом говорили и даже прищелкнули пальцами. Это вау-эффект? Да, это и цвет, и объем. Объем потрясающий просто. Фразу такую скажу, да, не стоит бежать от себя. Нужно подчеркивать свою красоту в правильном направлении. То есть это ты? Да, это я. Да, и, кстати, вот, может быть, кто-то еще не понял, но у Оксаны у самой кудрявые волосы. И она их очень часто прячет. А теперь смотрите. Я пытаюсь выпрямить. Мне кажется, знаете, я похожа сейчас на какую-то героиню из какого-то музыкального клипа. На актрису. Вот как-то так, да. Я вижу, прямо улыбка скрывается, когда вы об этом говорите. Честно, я стояла, вот, когда здесь смотрела ролик, и когда вы подошли сзади, я сначала так... Это не героиня. Ну, то есть, где-то она еще там идет. Вообще два разных человека. Решила ввести в твой гардероб вот эту самую расслабленность. Вот эти яркие краски, которые, как мне кажется, Оксане немножечко не достает. Да. При этом на основе абсолютно прекрасной юбки-футляр, которая уже есть в гардеробе. Мы посмотрели на ее кроссовки, которые просто классика жанра. И я рекомендую абсолютно всем приобретать им. И я всего лишь добавила элемент современного образа в виде такой яркой желтой красивой худи. Мы приобрели современную бижутерию, которую, надеюсь, ты будешь носить. Очень красиво. Правда ли? Очень красиво. Безумно красиво. И мне кажется, вот эта яркая птичка, которая в Оксане все время жила, она наконец-то вырвалась. Мне кажется, тебе комфортно? Да. Мы уложились в 3000 рублей. Отлично. То есть и серьги, и худи. Да. И осталась еще на чашечку кофе, скажем вам. По секрету. Ну что ж, это очень здорово. Оксана, привыкайте к себе в таком образе, потому что мне... Буду стараться. Я в полном восторге. У нас есть традиция, в конце нашей программы мы говорим нашим героиням хорошие слова. Мы окружаем их всяческим вниманием и даем им какой-то такой заряд, который, я надеюсь, они сохранят очень надолго. Поэтому я предлагаю начинать. Роман. Хочу пожелать сохранить вот это ощущение. Сохранить ощущение себя, настоящей себя, какая я есть. Сохранить его где-то в теле и возвращаться к нему, возвращаться. Находить ту подходящую одежду, которая выражает меня, я как я есть. И от этого тогда будет спокойнее, спокойнее, в дальнейшем счастливее и счастливее. Спасибо большое. Наталья Олеговна. Для Оксаны это абсолютно новая история. Она классика и романтика. И вот эта вот новая линия одежды, которая должна появиться в ее гардеробе, она ее очень сильно украшает на самом деле. И мне кажется, к этому ходе она относится как к новому красивому платью. И она себя ощущает так. У нее светятся глаза, у нее ослепительная улыбка. И поэтому мне кажется, что вот ваша история со спортивным стилем будет такая очень тонкая, очень вкусная. И вы найдете для себя там новый ресурс. Я желаю тебе искать в себе всегда вот ту крупиночку, которая будет разжигать в тебе пожар, когда ты их будешь хотеть. Не просто пойти в магазин, мне надо купить, а я в этом классно выгляжу, я в этом классно себя чувствую. Я королева. Хорошо, спасибо. Спасибо. Вика, я тебе обещала преображение. Да. Я думаю, у нас все получилось. Уголоси. Пожалуйста, запоминай вот это ощущение себя победительницы, вот этой яркой птичкой. И неси себя так и по жизни. Мне было невероятно хорошо и приятно с тобой работать. Спасибо большое. Буду стараться. Оксана, вы одна из самых ярких участниц нашей программы. Мы все влюблены в вас, я скажу по секрету. Я очень надеюсь, что те люди, чье мнение вам важно, одобрят этот образ, потому что он великолепен. А если не одобрят, вспоминайте все то, что говорили вам здесь в этой студии. Потому что мы все-таки обладаем некой экспертностью и разбираемся, что называется, правда? Вам очень все идет. Я благодарю вас за смелость. И мы провожаем Оксану. Оксана, пожалуйста. До свидания. Спасибо всем нашим гостям и экспертам. Это был проект «Одеть надежду», где мы создаем нашим героиням обновленные образы и гардеробы не для картинки, а для реальной жизни. И помогаем им всегда надеяться на лучшее. Например, на то, что можно получать кайф от родительства и не напрягаться, пытаясь вырастить из ребенка гения, уникума и бундеркинда. Всегда находите время для того, чтобы сделать своему ребенку счастливую и довольную маму. И сочетайте спорт с классикой. Это всегда получается стильно и здорово. Меня зовут Анна Тух. Увидимся. Продолжение следует...